Острение с ограниченными инструментами. Представим себе, что у нас есть только циркуль или только линейка. Ясное дело, что если у нас есть только циркуль, то мы не можем нарисовать прямую. Что бы мы ни делали, этого не получится. Поэтому мы можем строить точки на этой прямой. Мы считаем, что искомая задача решена. Если нам надо построить прямую, то мы считаем, что когда построены две точки, то уже это все. Ну и наоборот, если у нас есть только линейка, то мы, естественно, не можем построить круг. Но считаем, что задача решена, если его построили от центра, то указали точку на нужном расстоянии. Ну и так или иначе, представьте себе, что у нас есть циркуль, и у нас имеется отрезок какой-то длины. Нам нужно удвоить этот отрезок. То есть надо построить эти две точки, которые на вдвое большем расстоянии. Ну давайте, значит, вот у нас имеется АВ, говорите, какой центр и какой радиус. Радиус АВ, центр А, прекрасно. Ну ладно, не очень, как шаг ровный, но ладно. Дальше. Нет, это довольно ясно, что на первом шагу ничего другого вообще делать, в принципе, нельзя. Поэтому это правильное то, что мы так начали. Но должна быть какая-то еще единица, чтобы дальше делать. Да. Ну давайте построим из точки В округа с радиусом тоже АВ. Хорошо. Построим. Вот. Да. Дальше из одной из точек пересечения, скажем, пусть это будет точка С, пройдет в округе с радиусом АС. С центром С и радиусом АС. Да, с центром. Но это тот же самый радиус, который мы проведем. Зачем? Может, он уже закончится. Надо, конечно, пройти через быт. Я так, насколько все неправильно рисую, что мы уже тот же самый радиус. Да. То есть мы на этой окружности откладываем как бы расстояние равное радиусу. Да. И три равных их откладывать. Да. И тогда, говорите вы, что будет? Это будет будет равное равное расстояние равное радиусу. Тогда где будет удвоенное расстояние? Вот между этой точкой первой, да? Да. И спрашиваются, почему же оно будет удвоенное? Потому что вот давайте, ну я не знаю, ну, пересечение, рассмотрим пересечение. Ну, допустим, ДЕ или нет. Да. Все треугольники типа ДЕА, ДЦА и ЦВА, они все три равных сторон. Да. Мы все построения делали одним и тем же радиусом. Поэтому вот все вот эти штуки на самом деле равны. Они все равносторонние. И поэтому... Угол ДЕАД плюс угол ДЕАД. Поэтому каждый угол равен 60 градусов. Значит, сумме они равно раздут 180. То есть, хотя бы так не получилось, но они на самом деле лежат там напрямую, и это вдвое больше адреса. Можно сделать быстрее. Быстрее. Ну давайте, расскажите, как это сделать. Пусть вторая точка пересечения будет F. Сейчас, значит, давайте. Вот у нас есть окружность. По-прежнему мы начинаем с того, что есть все такое окружность, да? Да. Есть все такое окружность? Да. Пусть точки пересечения... С и D. А, С и D. Хорошо. Тогда рассмотрим окружность радиуса CD с центром точки С. Рассмотрим окружность радиуса CD с центром точки С. Но она как-то вот так пойдет. Застройка радиуса 6 вольтка, точка пересечения будет в два раза... Ну, это будет лежать от ума РБ и соответствует... А, то есть вот на самом деле мы получим вот эту точку. Да. То есть вот на этой картинке... Это точка Е. Вот эта, там, точка D. Значит, вот это на самом деле равно вот этому. Потому что и те, и другие... Это как бы два треугольника, предложенные друг другу. Значит, CE равняется CD. Значит, мы можем найти Е, просто проведя окружность радиуса CD.